В этом видео я хочу показать, как регистрироваться в приложении Pi Network. Первое, что нам нужно сделать, конечно же, скачать приложение Pi Network из Play Market или App Store. После того, как вы скачали его и открыли, вы будете видеть следующий экран. Вы можете создать свой профиль, используя аккаунт в Facebook или же используя ваш номер телефона. В этом видео мы будем использовать опцию с номером телефона. Если вы хотите регистрироваться с помощью аккаунта в Facebook, то вам нужно кликнуть на кнопку Continue with Facebook. Если вы хотите регистрироваться с помощью номера телефона, то вам нужно кликнуть на кнопку Continue with Phone Number. Сначала вам нужно выбрать код страны, номер, который вы используете. Для меня это Украина. В следующем поле вам нужно ввести номер телефона. После того, как вы ввели номер телефона, нажимаем синюю кнопку Go. Важно, чтобы вы вводили ваш реальный номер телефона, поскольку Pi Network будет запрашивать верификацию вашего номера телефона. Если вы его не верифицируете, то до наступления третьего этапа развития проекта Pi Network, ваш аккаунт Pi Network будет удален. И все монеты, которые вы намайнили за это время, тоже будут удалены. Поэтому вводим здесь реальный номер телефона и нажимаем кнопку Go. На этом экране вам нужно создать ваш пароль и подтвердить его во втором поле. Этот пароль должен состоять минимум из восьми символов. Содержать минимум одну цифру, минимум одну заглавную и строчную букву. И нажимаем кнопку Submit. На следующем экране нам нужно ввести наше имя и наше имя пользователя, которое будет отображаться в приложении. Также важно отметить, что нужно вводить ваше реальное имя и также латинскими буквами. Поскольку в дальнейшем Pi Network будет просить вас пройти KYC проверку, и вам нужно будет предоставить ваше удостоверение личности, где ваше имя будет написано точно таким же образом, как оно написано здесь, на этом экране. В последнем поле вам нужно ввести ваше имя пользователя, которое может состоять с 4 до 20 символов и содержать только буквы или цифры. Это имя пользователя также будет использоваться как ваш реферальный код, если вы хотите пригласить новых пользователей в Pi Network и тем самым увеличить вашу скорость майнинга. После того, как вы ввели ваше имя латиницей, проверили написание этого имени, также ввели ваше имя пользователя, которое другие пользователи будут видеть в приложении, можно нажать кнопку Submit. Теперь приложение просит вас выполнить Recapture для того, чтобы подтвердить, что вы реальный человек, а не бот. После того, как вы выполнили Recapture, нужно нажать кнопку Verify. Если после выполнения Recapture вы видите такую ошибку, как «Вижу сейчас я», Это значит, что имя пользователя, которое вы выбрали, то есть третья строчка на нашем экране, уже существует, и вам нужно просто выбрать другое имя пользователя. Это не значит, что кто-то уже использует ваше имя. Поэтому я просто изменяю имя пользователя на какое-то более сложное, соответственно, шанс того, что оно уже существует, будет меньше. В этот раз мое имя пользователя прошло, и теперь мы видим экран, где нам нужно указать код приглашения. Я думаю, вы можете знать, что создать аккаунт в PyNetwork можно только используя код приглашения от какого-то из существующих пользователей. Например, мой код приглашения вы можете найти в описании под этим видео. На этом экране нам нужно ввести этот код приглашения. И после того, как вы ввели код приглашения, нажимаем кнопку Submit. Это, собственно, все. Регистрация в PyNetwork закончила, и теперь у вас есть ваш аккаунт PyNetwork. На этом экране нужно кликнуть на кнопку Get Started. Это значит начать. Раз в день вам нужно заходить в приложение и нажимать эту кнопку с молнией для того, чтобы начинать новый цикл майнинга. Важно также отметить, что у вас есть 14 дней после создания вашего аккаунта для того, чтобы изменить ваше имя. Может быть, вы сделали опечатку. У вас есть 14 дней на то, чтобы исправить это. Это можно сделать, нажав на кнопку Review Name. Здесь вы можете проверить, как вы написали ваше имя английскими буквами. PyNetwork еще раз предупреждает о том, что нужно указывать ваше реальное имя, поскольку для KVC проверки они будут требовать ваш документ, удостоверяющий личность, и там должно быть точно такое же имя. И еще одно предупреждение о том, что в будущем у вас не будет возможности изменить написание вашего имени. Если вам нужно изменить ваше имя, то нужно нажать на оранжевую кнопку Correct. Я не буду это делать, я нажимаю Close. Это все, что вам нужно сделать для того, чтобы создать аккаунт в PyNetwork.